Добрый день, друзья! У нас сегодня невероятно интересный разговор. Так получилось, что волей судьбы меня занесло, не поверите, в Киев. И, вы знаете, очень много что происходит здесь, безумно интересно. И, вы знаете, для большинства наших соотечественников сегодня, как ни удивительно, но Украина это некая терра инкогнито. Первая страна, в которой кажется, ну, не все так хорошо, и растет нищета, и непонятно, как прошел ковид, и вообще, как они все это выдерживают. Гигантские расходы, огромные долги. Правительство, которое вроде как ничего толком не может сделать, и вроде топтание на месте. По крайней мере, мы так думаем. И вот я решил сделать очень просто. Никакой ангажированности, все по-чесноку. Разговор с человеком, который знает об украинской экономике абсолютно все. Итак, друзья, Михаил Кухар, виднейший украинский экономист. Самое главное, человек, которого признает как экономистом, реально Запад. То есть, вот его исследования используются западными крупными инвестбанками. Михаил, это не просто экономист, он еще и преподаватель. Он преподает в самом лучшем университете Украины. Ну, он сам об этом лучше расскажет. Михаил, что я еще забыл у вас хорошее сказать? То, что вашими исследованиями все пользуются. Да, действительно, я руковожу самым крупным из независимых украинских фэнк-тенков. Он называется Ukraine Economic Outlook. Это наш флагманский, кстати, продукт Мансли, на который подписаны действительно крупнейшие инвестбанки и фонды в Сити, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Сингапуре, в Гонконге, в Аравии, везде. Ну, как бы те банки и фонды, в которых открытые позиции на Украину, но у них проходит один, обычно два месяца, они сразу же обнаруживают, что прогнозы, которые делает МВФ, например, по Украине, решат 20-ти процентной погрешенности. То есть, например, на конец этого года МВФ прогнозировал курс 33 гривен за доллар, World Bank прогнозировал 31, JP Morgan 29, наш прогноз был 28,3, на конец года, 31-го, 12-го, курс составил 28,27 копеек. Мы попали в 3 копейки, это случайное, конечно, везение, но так везет тем, ну, это такой Оскар на нашем рынке прогнозом, но так везет тем, кто хорошо в детстве учил математику. Мы, это все, конечно, не случайная история, мы четвертый год выращиваем свой искусственный интеллект, это достаточно, мы сначала написали функции многих переменных, развивали там систему уравнений, которая детально анализировала платежный баланс, и, в конце концов, она научилась делать курсовые прогнозы, которые обладают вот такой точности. Ну, кстати, мы с вами разговаривали год назад, и я увидел потрясающую вещь, действительно, это не подхалимаш, ваши прогнозы работают. Опять же, ужас-ужас, Украина, огромные долги, все плохо, а курс гривны стабильный. Более того, насколько я понял, задача Зеленского была немножко ослабить гривны, помочь своим экспортерам. Ну, хорошо, ослабили. Что было сделано, конечно. Что было сделано, было 23. Мы получили в год кризиса, это невероятный совершенно кризис для Украины был. Ну, поговорим уже про кризис, да? А мы поговорим обо всем, Михаил. Вы не волнуйтесь, вы от меня живым не уйдете. Я из вас вытащу все. В кризис 20-го года, это третья смена экономического цикла в новейшей экономической истории Украины, но это первый кризис, который обошелся без курсового срыва, без банкинграна. У нас не было бегства вкладчиков, всегда до этого было, во время рецессии. Это обошлось без кошмарного падения ВВП. ВВП по итогам года потерял 4%, и это, конечно, просто смешно на фоне того, что все ожидали 11-12. По итогам 2020 года? И, более того, доллары ВВП вырос со 154 до 155 миллиардов долларов. Ну, сейчас 155 миллиардов составляет ВВП Украины. Более того, мы обнаружили первыми эти тренды, потому что кризис разворачивался очень необычно. Ну, этимология его очень непростая. То есть, он не похож ни на что, никогда еще мировая рецессия не начиналась по медицинским причинам. Да, мы же с вами помним. Нет, Михаил, я не могу сказать этого. Наоборот, я считаю, что большинство кризисов разворачивается по медицинским причинам исключительно. Да, забавная тракта. Так вот, ковид-кризис принес в Украине жуткое укрепление платежного баланса. Конечно же, МВФ пообещал нам дать кредит 5 миллиардов и дал менее половины этой суммы. Ввиду грубейшего не выполнения условий, это наша традиция взаимоотношения с МВФ, мы не выполняем условия, они не дают раньше. Но на одной только экономии, помните, вот эта смешная история, когда баррель сразу же свалился до нуля и даже до минусовых значений. Что значит помню, я в этот момент смотрел все это шоу всю ночь, у меня, между прочим, были даже позиции в этот момент, и скажу честно, ощущение было ниже среднего. Ну, наш AI моментально рассчитал по линейке до конца года, что Украина экономит на, ну, кстати, и на хабах газ упал здорово, там в нижней точке он был 60-70 долларов на ТТС и Хабгартене. И, ну, наш AI моментально рассчитал по платежному балансу, что мы экономим 5,7 миллиардов долларов только по позиции нефть, газ и энергетический уголь. Обычно Украина тратит 12 миллиардов долларов на энергетический импорт, экономия почти 6 миллиардов, это больше, чем кредит МВФ. Наш AI моментально рассчитал, что если по позиции туризм, украинцы обычно вывозят 8-10 миллиардов долларов на лучшие курорты мира каждое лето, ну, не только лето, раньше, когда можно было летать, мы любили отдыхать круглый год. Это, считайте, еще два кредита МВФ, которые остались в стране. Ну, и таким образом мы выходим на протоксальную вещь в год кризиса у Украины позитивный платежный баланс, на который он действительно был позитивным, и мы были единственными, кто хотя бы с точки зрения миллиарда его рассчитал, было плюс 3 ярда. Но Национальный банк с удовольствием выкупил их в резервы, а курс даже немножко ослабил для усиления экспортной позиции. Это была абсолютно правильная стратегия. Кстати, то руководство Национального банка, которое вновь, ну, начало укреплять курс, поплатилось за эту политику. Да, я помню, это шумное дело. В середине лета у нас произошла смена руководства Национального банка, по поводу чего МВФ не дал очередной кредит, но новый руководство очень хорошо понимает, что лучше 15 ярдов останется дома, чем мы будем 2,5 выпрашивать, ну, занимаясь революцией. Слушайте, а вот мне интересно, в какой момент до Украины дойдет, что МВФ надо послать чертовой матери? Я не согласен, Евгений, с такой позиции, хотя я понимаю, что вы сейчас немножко цитируете очень известный в нашей стране сериал «Слуга народа», главную роль, в котором сыграл Владимир Александрович. Но я как экономист вырос и сформировался, то есть значительная часть моего образования – это работа в проекте МВФ. Я очень хорошо знаю, зачем, когда, кем и почему была создана эта организация, и в деталях знаю, иногда даже я был допущен до переговоров с миссией, ну, при различных правительствах, их-то на моей памяти изменилось 8 с тех пор. Вот с 1995 года я инсайдер в отношениях Украины и МВФ, и я хочу сказать, что это такой превратный взгляд некоторых русских политологов о том, что МВФ населенный ящерами и инопланетянами. Ну, вот просто экономисты такого не могли придумать. МВФ – это кредитор последней инстанции. Конечно. Когда у страны падают в ноль резервы, когда курс летит к черту, как в Венесуэле, ну, то есть, когда инфляция тысячи, десятки тысяч процентов, то должен быть банк банков, который придет и даст резервный заваз, который остановит финансовых рейсов, потому что, мы с вами знаем, потерян по спирали вниз может разворачиваться бесконечно. Украина дважды была в ситуации, когда МВФ просто спас ей жизнь. Ну, как в палате интенсивной терапии. Условия, которые ставятся, МВФ, Immersion Markets, которые они критикуют, нещадно критикуются местными политиками. Так происходит в Греции, так происходило на Кипре, так происходило в Венесуэле. Слушайте, а кто любит тех, кто дает деньги? И потом им надо возвращать. Я не стою на позициях МВФ, я не на позициях Украины, и у меня есть свой профессиональный опинин, и я хочу сказать, что в 90% случаев спор Украины с МВФ напоминает спор третьеклассника с профессором математики из университета. То есть, просто когда, ну, дело в том, что для того, чтобы спорить с МВФ, может, МВФ в чем-то и неправ, и, кстати, в некоторых вещах он был неправ даже за последнюю декаду, но для того, чтобы правильно понимать это, формулировать и формулировать свои интересы, нужно хотя бы обладать языком высшей математики. Если ты учишься в третьем классе и не понимаешь основ, то, например, нужно понимать, что в Соединенных Штатах существуют левые и правые экономические школы, и Липтон правый, а Кеннадрогов левый, и что Кристаллина Георгиева скорее левоцентристка, ну, по своим взглядам. Поэтому нынешние, ну, при последних двух администрациях, и предыдущей, и при этой, в МВФ доминировали экономисты левого толка, которые очень критически относились к снижению ставок налогов, а Украине как раз надо было делать снижение ставок налогов. Ну, и, в общем-то, можно находиться с союзниками, потому что жив еще, кстати, Артур Лафер, который придумал свою знаменитую кривую, он приезжал в Украину, и он говорит, я буду помогать вам спорить, ну, с леваками, что же они делают, ну, нельзя. Как правильно сказал один русскоговорящий экономист, живущий в Вашингтоне преимущественно, ни одна страна не достигла экономического прорыва, имея более 40% ВВП, фискальный процент ВВП. Ну, перераспределение через бюджет. Украина, к сожалению, является такой страной, и наш рецепт успеха – это пока что ссориться с МВФ и пытаться как-то снижать налоги, хотя мы пока что имеем слабые успехи в этом. Интересно. Нет, я специально вас немножко решил спровоцировать. Я понимаю вас. Но для меня, я скажу откровенно, для меня иногда позиция МВФ, которая, например, говорит, ребята, поднимайте налоги, давайте, так сказать, собираемость бюджета, а, ну, я, извините, человек, достаточно право либеральных взглядов. Я считаю, что в тот момент, когда ты, наоборот, снижаешь налоги, ты выводишь экономику из тени, ты даешь людям стимулы, и, как ни странно, собираемость налогов растет. У меня ощущение, что задача МВФ часто, она, ребят, вот мы пройдемся катком, а дальше вы тут решайте, как будете. Но это отдельная история, мы можем об этом долго. Михаил, а вот я вот вижу у вас достаточно много вот исследований, причем, обратите внимание, я посмотрел ваши эти исследования, они достаточно глубокие, они безумно интересные. И вы выпускаете и Викли, и Манфли, и это исследования по украинской экономике, по мировой экономике, я покопался в этом, мне было интересно, и буквально вчера ночью сидел вот все это, рыл, 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 рыл. И вот, смотрите, во-первых, рождается такой интересный вопрос. У вас эти исследования и на русском, и на украинском языке, и на английском языке? Да, они на русском, и на английском. Мы с удовольствием будем продавать украинскую версию, когда появятся на нее спрос. Хорошо, так вот, смотрите, исследования на английском языке, я так понимаю, в основном они предназначены для западных инвестбанков, для западных организаций. А кто, правда, ваши потребители? Ведь это же ваш бизнес. Ну, вообще, моим бизнесом последние 25 лет был B2B-сектор, потому что это уже сам по себе возникший B2C. То есть, когда мы делаем какой-то массовый продукт, он стоит там 100 или 300 долларов подписаться, это массовый продукт. Мы больше любим заказы с четырьмя долларовыми нулями, которые, ну, расчеты каких-то инвестпроектов, какие-то здесь оригинальные. Да, и, честно говоря, Украина экономика Outlook только четыре года назад начала заниматься B2C, а мы сделали мансли, просто как мы поняли, что накапливается такое количество материала, что, ну, всем нашим постоянным клиентам, которых мы консультируем, это было там полтора-десятка компаний, в основном, конечно, иностранных, хотя и крупные украинские, конечно же, тоже. Было бы неплохо получать какой-то аналитический мансли на стол. Ясно, что, ну, меня когда-то учили, и в Deutsche Bank Research это делать, и в МВФ, и я знаю их шаблоны. Outlook – это типичный продукт по, ну, Country Outlook, есть в каждой стране, в Сингапуре, в Корее, ну, у любого инвестбанка, который занимается операциями для веб-клиентов, есть Country Outlook. Ну, они, как правило, квартальные, но не суть важна. Так вот, первые четыре года этот продукт выходил только на английском языке. Мы очень быстро достигли, за счет точности прогнозов, высокая очень репутация, потому что обычно всегда наши разговоры, там, с новыми клиентами, говорят, да мы вам не верим, как вы можете быть точнее МВФ, знаете, какие у них мод-модели стоят. Ну, я тихо ухмыляюсь и говорю, давайте посмотрите на наш трак-рекорд. Да мы не верим в вашему трак-рекорд, но человек должен увидеть, вот наша встреча с вами, когда я вам показал и возможную летнюю револьвацию, и курс 28,3, я говорил уже год назад интервью с вами, и вы должны были сами убедиться, потому что, знаете, это как раз люди, вы же очень хорошо понимаете этих людей, вы же инвестбанкир, вы же инвестиционный брокер, пока сам руками не потрогает, и не увидит, как устроен фокус, до тех пор не верит. И год назад мы решили, что мир завоеван, да, мы были довольны, в принципе, выручкой, всегда хочется больше, но мы понимали, что просто нет такого количества крупных игроков, поэтому вот это вот сотня-полтора клиентов, это и есть рынок, пока что для нас. И мы вышли на внутренний рынок, то есть сделали локальную версию, сделали ее дешевле, ну вот она стоит 300 долларов, потому что, ну, по-английски стоит 10 тысяч в год. И тут начался ковид, тут начался ковид, и у нас в значительной степени, ну, мы потеряли огромный кэшлоу от B2B, направления деятельности, и мы поняли, что нужно срочно развивать B2C, и мы сделали видеокомментарий, вот как раз в момент, когда нас познакомили с вами, наши коллеги, мы делали этот продукт, я благодарен вам за рекламу, нас даже из Москвы смотрело несколько человек, и во время ковида, там, 530 компаний украинских смотрели еженедельные наши прогнозы, убеждались их в точности, в сентябре мы запустили, ну, это в виде PDF-версии, просто сборники инфографики, анализы очень лаконичные, этот викли, и вот сейчас развиваем, развиваем внутренний рынок, оказалось, что это, ну, что это прекрасная ниша, и что ни Reuters, ни McKinsey нам не конкуренты, потому что они делают что-то другое. Вот тут как раз самое интересное, получается, что люди, живущие здесь, бизнесмены, понимаете, есть такой стереотип, что вот заставь бизнесмена платить за информацию, да он умрет, он в жизни не зависит, а тут 300 долларов, или даже у вас есть VIP, насколько я понимаю, версия, так вот, платить ежемесячно там 300 этих самых долларов, что для Украины совсем немало. Посмотрите, я могу, знаете, я как бы по стандартам Миндос-3 я не могу назвать именно клиентов, но у нас есть любимые, нет, у нас есть любимые наши клиенты, которые даже оказали нам честь и снялись в нашей рекламе, поэтому, поскольку они сказали публично, я это хотя бы в своем интервью могу процитировать. Это одна из ведущих, да и им будет реклама, простите, одна из ведущих компаний Sigma Software, это сотни миллионов, нет, вру, 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 не, хорошо, они это за сотню миллионов оборотов, ее CFO, наш добрый друг, сейчас мы, возможно, даже будем совместную научную лабораторию делать вместе там с их программистами, сейчас это обсуждаем, он сказал, что у него подписка на Мансли окупилась в первый же месяц, а не подписывается на самую другую версию за 10 тысяч долларов, просто на курсовых разницах, просто понимаете, если у тебя выручка в десятки миллионов или в сотни миллионов долларов, то колебание курса на 10 копеек в течение месяца порождает тебе курсовой риск на 200 тысяч долларов, и поэтому всегда стоит заплатить 10, чтобы сэкономить 200 тысяч долларов за одну неделю, поэтому, ну, конечно, потому что, честно говоря, даже и не 200, но даже и меньшие суммы, а уж тем более 300 долларов совершенно стоят для любого среднего бизнеса, и они это понимают, потому что люди сначала, я же говорю, сначала все не верят, это нормальный профессиональный скептицизм, я тоже не верю, а затем они, затем они, ну, на их глазах происходят это самосбывающееся пророчество, и для них 300 долларов это не чек для того, чтобы всегда на месяц знать будущее. Михаил, вот извините, здесь я немножко постараюсь поймать. Да. Скажите, а вот, что вы ощущаете, когда вот ваши прогнозы регулярно сбываются? Это кайф, это бизнес. Что это вот для вас? Это сумасшедшая, Андрей Налин. Честно говоря, я в детстве очень любил побеждать на Олимпиадах по математике, сильно расстраивался, когда я этого не сдавал, сделайте ли я там, занимал второе, третье место, но это сумасшедший андреналин, и, честно говоря, вот когда мы увидели, что мы попали уже в 15 копеек, ну, вот последняя неделя декабря, когда мы увидели, что у нас есть 10-копеечная точность, ну, до этого, но когда Национальный банк сделал нам подарок, ну, только что в пипсы не вывел наш прогноз, знаете, ну, 3 копейки, это не разница. Все математики понимают, что это невозможно, на 9-месячном лагере попадать в 3 копейки с прогнозом, в этом есть большая доля совпадения, однако нет никакой доли совпадения в том, что по всем месяцам прорисовано с коридором отклонений максимум 16 копеек, иногда только 2-3, вся кривая курса, она имеет сезонность у нас, ну, летняя революция, сентябрьский подъем, потом плато, и потом декабрьский изгиб, вот это может делать сейчас только наш искусственный интеллект так хорошо по Украине. Михаил, я все понимаю, но вот мы же живем в совершенно динамичном мире, ненормальном мире. Давайте так, есть вот платежный баланс страны, есть торговый баланс страны, есть резервы страны, есть бюджет, и огромное количество чиновников, которые приходят и говорят дай, дай, дай. На языке математики это называется функция многих переменных. Да, абсолютно. Причем то, что чиновник закричит дай, 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 или самые высшие чиновники скажут, а теперь у нас изменилась концепция, и нам нужно теперь деньги на то, на все, на пятное, на десятое. Так? Дальше. В мире мы живем в ситуации, когда, ну, извините, вот мы сейчас, мы об этом еще поговорим позже, но мы сейчас думаем, вот кризис скоро или не будет кризиса. Будет какая-то, так сказать, новая волна того же самого ковида или не будет? Вот это индийский штамм, это вообще катастрофа. То есть, понимаете, мы живем в настолько непредсказуемом мире, что делать точные прогнозы, это либо у вас какая-то рафинированная такая вот, адваримент такой вот, либо, либо даже не знаю что, поделитесь, потому что мне это тоже интересно. Вы абсолютно правы, у нас платежный баланс Украины состоит из 144 отдельных алгоритмов, которые партисуют различные данные, которые влияют на строки внешней торговли. Как бы вам пример привести? У нас уже даже есть динамика, которая умеет вычислять экстраполяции по данным о пересечении границы по активности трудовых мигрантов. У нас не только высокоточечные прогнозы курса. Мы с точностью до 5 долларов вычисляем среднюю зарплату на конец года. Мы гораздо точнее, чем Минэкономики, вычисляем инфляцию. Это все большая работа, большая четырехлетняя работа, и, к сожалению, мы не можем остановиться. Потому что как только мы перестанем кормить этого зверя, он начинает давать совершенно другую точность. Мы даже специально замерили уровень отклонений, если мы не калибруем нашу матмодель, на 6 месяц она отдает 20% погрешность. Никто у меня прогноз курса с 20% погрешностью не купит. Разумеется. Так это гонка, гонка со временем, гонка... Вообще наша работа, вы знаете, вот здесь у нас аналогии, это вот праздники, война войной, а обед по расписанию. Идея работы. У нас даже есть там внутри один алгоритм, он в начале, когда писался в Макросе, он так и назывался, Кириллицы, Маска психологического поведения управления Национального банка по интервенциям. Их страшно злит, когда мы говорим, что мы можем на языке математики вычислить их рефлексивно, что им кажется, что они просто провивают правление. Говорят, ну 20 или 30 миллионов интервенциям. Ну дай 30. А завтра опять, ой, 30 никогда. Ну давай сегодня 50. Не, может сразу 70. Им кажется, что это так происходит. А на самом деле, мы сами, когда посмотрели, мы поразились, потому что у них описан, ну, они, языком, ну, это очень похоже на кривую Фиббоначи, то, как они себя ведут по интервенциям. То есть, они наращивают день за днем, им кажется, что они просто психологически, ну, что-то набрасывают. Но, и совершенно иначе они ведут себя при ревале. У нас есть с точностью до копейки, понятно, что миллиард долларов спроса, перекоса по спросу или по перекосу по предложению дает или 13 копеек движение курса, или 64 копейки вниз. И это постоянно меняющаяся величина, потому что, в общем, это, это, я знаете, я вот себе в 47 лет нашел наконец-то то, чем я хотел заниматься всю жизнь, для того, чтобы и заниматься наукой, и это было, чтобы приносило деньги. Вот, потому что для меня это, конечно же, бизнес, но я еще получаю огромное удовольствие. Отвечая на ваш вопрос, что я чувствую, да, я получаю огромное удовольствие от своей работы. А насчет денег, а можно я задам прямой вопрос? А позволяет вот такой бизнес исследовательский нормально зарабатывать? Особенно в Украине. Я скажу так, я иногда читаю, как визитор, профессор лекции в Бостоне, в Гарварде и в Джорджтауне, в Вашингтоне, но до Стэнфорда не доехал, хотя два раза приглашали, и я общаюсь, ну, у меня есть коллеги, с которыми мы в Джорджтауне делали совместную наручную работу, я делал доклад, ну, мне доверили делать доклад этот наш совместный, и я знаю, сколько зарабатывают профессора американских университетов. А вы профессор? По-английски профессор это преподаватель университета, поэтому, ну, да, но в Украине и в России, как вы знаете, профессор это академическое звание, нужно быть членом академии, нет, я не имею академического звания профессора. Я преподаватель лучшей, я вас поправлю, если позволите, я преподаватель лучшей бизнес-школы Украины, она называется МИМ Киев, она входит в список топ-300 мировых, и вот я знаю, сколько зарабатывают американские, ну, мои коллеги, ну, они зарабатывают там вот 140, может быть, 150, ну, и 250-300, это считается уже хорошей зарплатой в год, когда я... Тысяч долларов. Да. Тут боюсь, что я бы не выжил за такие деньги, потому что я, конечно же, зарабатываю больше. Ну, слушайте, вы же не наемный работник, вы работаете на себя, у вас свой бизнес, это бизнес? Лучшие профессора лучших университетов в Соединенных Штатах зарабатывают по 2-3 миллиона вне своих университетов, занимаясь частными консультациями для больших корпораций, и это составляет их основной доход, но они не бросают преподавательскую работу, так же и я. Как вы понимаете, я в своей бизнес-школе заработаю меньше 100 в год, но... Однако я не бросаю эту работу, я ее люблю. Понимаете, проблема в том, что вот этот вот бизнес информационный, он раньше был достаточно, ну, как, ну, все дела... Нет, у нас не информационный, я с вами буду спорить, Евгений, у нас не информационный бизнес. А как мы не продаем новости? Мы не продаем новости, это буквально... Аналитически? Ну, это R&D. Мы называем себя R&D-компанией, и это аналитика, это аналитика. Мы никому не продаем данные, как Томсен Ройтерс или Блёнберг, мы не продаем новости, как Интерфакс, но это другой бизнес, совершенно. А вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Это же безумно интересно. Смотрите, вот современные СМИ, современные социальные медиа, они перевернули эту жизнь. Теперь нет, серьезно, вот мы с вами можем по сути своей продавать продукты нашего творчества, если хотите, напрямую людям. И люди без посредников готовы их покупать. И у вас есть покупатели, так понимаю, причем и иностранные, и местные, которые с удовольствием это дело покупают, ибо это им дает возможность, так сказать, принимать это, скажем, учитывать это в принятии своих решений. Я думаю, что я не соврал, если скажу, что 80% пришло нашей компании, которую мы получаем на сегодняшний день, достигнут за счет рекламы в соцсетях. Ну это фантастика. Вы понимаете, что наша жизнь перевернулась? Не, мы, кстати, сейчас собираемся давать на одном из крупных информационных каналов нашу телерекламу, но это такая блажь, знаете, мы не уверены, просто хотим поэкспериментировать, потому что до сих пор нам было абсолютно достаточно фейсбука. Так вот, Михаил, а я хочу вам задать немножко другой вопрос. Смотрите, ведь это значит, что и преподавание, и учебная деятельность, они же тоже перевернулись. Вот есть профессор, который обладает знаниями. У него есть онлайн-школа, онлайн-академия. И он говорит, ребята, вот я даю такие курсы, возьмите их, и вы сможете стать действительно профессионалами. У меня был такой безумно интересный разговор с одним из топ-3 футурологов и философов, Лоран Грэхэм это одно из легендарных. Он, кстати, был гостем Санкт-Петербургского экономического форума, и они напрямую с Грефом спорили о будущем инноваций в России. Я тоже имел радость общения с профессором Грэхэмом, и он даже давал мне рекомендации потом в Штатах, в общем, поддерживал как-то контакт. он изумительно сказал, что мы говорили как раз о будущем образовании, а поскольку он считается одним из лучших футурологов планеты, я просто молчал, ну, и, слушай, я могу только процитировать. Вот Лоран говорит так, он безусловно онлайн-образование сейчас отгрызет какую-то огромную часть ну, у стандартных аудиторий. Он, правда, в отличие от меня не верит, что наступят времена, когда дети не будут ходить в школу, ну, когда они будут все получать через монитор. он говорит, что бы ни случилось, дети будут ходить в школу. Ну, имея в виду, что и студенты тоже в аудитории. Я считаю, что мы зайдем так далеко, притом так быстро лет за 20-30, что дети перестанут ходить в школу. Однако, смотрите, что происходит. Искусственно, не только искусственный интеллект выбросит миллионы людей на улице, потому что кому нужны операционисты в банк, как если у нас есть аппликейшн в наших айфонах, но и хорошие профессора вытеснят плохих. Я с большим уважением отношусь ко всем своим коллегам, но я много меня приглашают читать университетов в других крупных городах Украины, от Харькова до Одессы и Львова. И я общаюсь иногда с преподавателями других бизнес-школ. И, честно говоря, иногда очень становится грустно от того, что я слышу. Я понимаю, что я бы этих людей не взял на работу. Я бы не взял их на работу рядовыми джуниор-экономистами со своими компаниями, понимаете? Поэтому, если только будет открыта возможность, вот, честно говоря, и мне это грозит, потому что, если у студента будет выбор слушать курс макроэкономики Михаила Кухара или Джеффри Сакса, нужно быть идиотом, чтобы выбрать Михаила Кухара. Это же понятно, да? Не согласен. Нет, это не подхалимаш. Понимаете? Нет, я очень хорошо расскажу о локальной, о какие-то локальной привязке. Я буду бороться за свое место. Так это же прикольно. И, возможно, я выживу, но выживут не все. Да, выживут не все. И более того, я думаю, это, кстати... Я думаю, что, кстати, произойдет, а дальше будет происходить то, с чем левое борется, но что является венцом творения капитализма. Будет происходить концентрация капитала. То есть, будут университетские профессора, которые будут зарабатывать десятки, сотни миллионов долларов в год, просто продолжать читать лекции. Да. Просто продолжать делать это, потому что так много людей захотят слушать их лекции. У нас каждая страна, каждый регион, в нем есть свои фенечки. Это естественно. И даже такой уважаемый человек, которого назвали, он все равно не может знать все это. Нет, я с вами отчасти согласен, потому что, ну, как бы классический курс... Я преподаю по макроэкономику в МИМе по учебнику Джо Фрейсакса. Конечно же, уровень локализации предмета, ну, уже зашкаливает за 60%, потому что, ну, в Украине случилось вообще все, что бывает в этом учебнике, но не со всеми странами такое случалось, например, экзотические явления гиперинфляции, пятизначные цифры, а у нас это было в 93-м году. Вот вообще, что бы мы ни взяли, рецессии, длящиеся десятилетия, рецессии, проходящие за один квартал, ну, у нас было все уже, мне кажется. Я уже просто, там, просто 80% учебника я иллюстрирую чартами из новейшей экономической истории Украины, и поэтому, да, в этом смысле, я, наверное, выживу, потому что я буду всегда интересен как преподаватель в Украине, но, ну, да, наверное, надо будет стыдиться просто всегда оставаться лучшим на местном рынке, потому что глобальный рынок уйдет таки там, но я своему сыну рекомендовал бы слушать Джеффри Сакса, как бы базовый курс макроэкономии. А почему нельзя слушать Джеффри Сакса и одновременно слушать каких-то местных интересных ребят, которые дают местные, так сказать, нюансы, которые дают возможность заработать? Ну, ладно, бог с ним. Кстати, по поводу Украины. Давайте уж на секундочку развернемся. Мы находимся здесь и для меня удивительные вещи происходят. Ужас, ужас, катастрофа, катастрофа. Но. Это кто-то так искал? Ну, это мы читаем. А, вот так выглядит медийный фонд по Украине? Он странно выглядит. В действительности он никак не выглядит. То есть, если мы отбросим вот эту самую вот пену, то вообще непонятно. То есть, вроде как, я говорю, как экономист. Большие долги страны. Непонятно, как вроде бы она развивается. при этом постоянный контент. Я запомню сейчас все. Я хотел перевернуть, я не буду вас перевернуть. Скажите, это уже все, а я потом отвечу на все эти вопросы. Так вот, мне интересно. Вроде бы, смотрите, я смотрю просто. Я инвестбанкир. Моя задача смотреть на цифры. Я смотрю на долги Украины и они торгуются на уровне 6,2, 6,5. Там разные долги Украины, разные дюрации и так далее. Окей, это достаточно дорого. Не дорого, в смысле, по ценам, а высокий гилл, просто высокая доходность, говорящая о том, что риски есть. Окей, я смотрю на то, что, в общем-то, ну, извините, на востоке Украины сейчас неспокойно. Соответственно, большая часть бюджета идет на оборону. Окей, я смотрю на то, что дефицит бюджета имеется. Ну, дальше я смотрю на улицу, вижу, что много людей, достаточно чувствующих себя не очень. Я смотрю на пенсии, я смотрю на энергетическую систему, понимаю, что, в общем-то, ну, все не весело. Теперь я выхожу на улицу. Вокруг меня снуют Тесла, вокруг нас Феррари, мы с вами ехали, он проезжал, две Феррари, и, как же это называется, машина, Виск, по-моему, или как это называется? Спайк. А, спайкер, да. Я в Москве не видел спайкера, я здесь вдруг увидел спайкера. У нас две, три или три ездят. Да, что там ездят, какие-то спайкеры. понимаете, то есть, я немножко, вот, происходит абсолютная десинкразия. Теперь, я начинаю вникать, в конце концов, ну, я не могу считать себя ученым кабинетным, я и весбанкист, но я привык много читать, много обрабатывать информацию. Я читаю вас. О чем вы говорите? Вы предвещаете Украине 8 лет хорошего роста. Но мы всегда находимся в начале мирового суперцикла, почему бы Украина было, чтобы были бы эти плохи дела. Вы говорите о том, что курс гривны будет укрепляться, то есть, вроде как, все замечательно. Я не хотел бы, чтобы это было, но при позитивном платежном балансе риск этого существует. Да, это неприятно в действительности для экономики, но бог с ним. Вы, кстати, в России это имели в 2000-х годах, так что мы это проходили. Вот, вы говорите о том, что безработица будет снижаться, и благосостояние народа будет расти. Прикольно. Тогда, извините, я задаю вам при бою вопрос. Михаил, что происходит, расскажите. Давайте попомним. Касательно наших евробандов, вот чем прекрасен Мансли, вот у вас таблица, это корпоративные банды, все спреды, это по срокам. И вот я вам хочу сказать, что те, которые гасятся через один год, они торгуются с доходностью 3,3. А вот те, которые гасятся, а вот уже восьмилетние, пяти, шести, семи, восьмилетние лежат в спреде шесть четвертью, шесть и шесть. Это достаточно высокое. В мире нулевых отрицательных процентных ставок это овермного. Это просто реально очень много. Но это оценка риска. Оценка риска. Но тут не только оценка риска. Тут вообще увлекательная история с этими нашими евробандами в этом году произошла. Давайте по порядку. Долг большой. Нет, долг небольшой. Вы не найдете больше в Евразии государств, в которых ровно шесть лет назад при ростеректуризации Ерайска госдолг составлял валют на 90% ВВП. И этот год мы закончили... В прошлом году мы вошли в... Даже еще в 19-м мы вошли в Маастрихт. Ниже 60-ти был 59. И прошлый год мы закончили 53. Страна, которая погасила... Ну, у которой госдолг уменьшился на 40% ВВП за шесть календарных лет, в Евразии больше нет. Это называется стремительное уменьшение долга. Более того, достигнуто оно не за счет его отдачи. Нужно быть идиотом в современном мире, чтобы деньгами долгоплательщиков оплачивать долги. Это была грамотная реструктуризация. Это было грамотное рефинансирование, удлинение сроков, снижение стоимости. Потому что мы когда-то же еще по 11-12 одолжили воюющим странам не так легко одолжить даже вообще под любые стравки. Поэтому ситуация с долгом вообще мне не представляется сложной. Она была сложной, и многие рассуждали, включая некоторых украинских олигархов, владельцы телеканалов, и рассуждали об этом особо громко, пугая инвесторы и населения. Да что там стесняться? Я имею в виду господина Коломойского. Она открыто об этом говорила, что Украине грозит дефолт. Чем это было вызвано? Мы страна со 150 миллиардом ВВП. На сегодняшний день 155, закончили прошлый год. Которая за всю свою новейшую экономическую историю привыкла платить 3-4 миллиарда долларов по долгам. И вот настолько некачественно был выстроен еще со времен Януковича график, что у нас было три пиковых года, а именно 19-е, 20-е, 21-е, когда мы выплачивали, внимание, 12-14. И в этом году 11,5 миллиардов долларов. Никто не мог поверить, что Украина вот так вот, как с куста, как говорится, отдаст 40 ярдов и не влетит при этом в дефолт. Ну, не попросится на коленях о следующей реструктуризации, при ДМБФ спаси нас и все вот это вот остальное. И как вы видите, мы доживаем последние из трех страшных лет. И нужно быть уже законченным пессимистом, чтобы, особенно на росте мировых коммодитис, особенно на вот этом вот всем укреплении, которое происходит, предвещать Украине какое-то плохое будущее. Наоборот, сейчас Украина является уникальной страной, и я бы ее назвал, знаете, как, самой недооцененной активой Восточной Европы. Вот сейчас самое время входа, потому что вот как раз уже, уже почти, еще не до конца спали страхи, но у людей, понимающих, они должны просто уже пройти, потому что, ну, а что, что мы последние 5-6 миллиардов недоплатим за эти вот? Да мы их легко рефинансируем. У нас в этом году позитивный платежный баланс. У нас, когда модель показала на следующий год плюс 7 миллиардов долларов, мы сами не поверили. Полезли проверять. Ну, то есть, вы там новогодний праздник провели в стране все. И не может такого, ну, как это, Украина плюс 7 миллиардов, в смысле? А она говорит, нет, ребят, диапазон 7-10. Говорит, нет, я сказал, ребят, я запрещаю писать такое в отчете. Ну, нас на смех поднимут. Какие 10 миллиардов позитивный платежный баланс у Украины? Ну, к концу первого квартала это было уже 10 плюс. Сейчас у нас текущий прогноз 11,8. То есть, почти 12 миллиардов долларов. Это чистый приток валюты в страну по этому году. Михаил, за счет чего? А вот давайте разберем по фактору. Рост экспортных цен. Индекс роста экспортных цен на экспортных цен. Все по правильным удельным видам. Сам, кстати, мы вот здесь публикуем. У нас такая штука. Вот все там меряют к мировому коммунити спрайс индексу. Пытаются и Россию примерять с ревыми экспортами Украины. Но это немножко некорректно. Это, кстати, бесплатно. Это для ваших уважаемых зрителей. Мы сами вывели и публикуем. Это не та самая сложная модель. Украинский коммунити спрайс индекс. Это индекс, который ведется по корректным удельным весам по структуре украинского экспорта. В 53% инфляция экспортных цен. Рода стоила 50-60 долларов. Теперь стоит 180-200. Грубо говоря, ГОК, один известный, Полтавский получал миллиард долларов в выручке. Теперь за тот же тоннаж получает 4. В зерно кукуруза на таких хаях, на Чикаго, 215 долларов прекрасная цена. Сейчас 270 не придел. Вы понимаете, что в прошлом году был не урожай, а семечка, которая взлетела выше тысячи. Да. Я вообще поразился. Это же просто, это же просто, это, по-моему, 4 икса сделала семечка. Ну, как руда вообще. И цвет металла за ними пошли. Все остальное. Это, честно говоря, мы устали пересчитывать. Мы каждый, ну, стандартом индустрии является давать умеренно пессимистический прогноз до конца. Ну, разумеется. И мы каждый месяц пересматриваем в сторону улучшения, улучшения, улучшения. Мы просто не знаем, где этому предел. Негативно-экстренное, как у всего макроэкономика. А, конечно, растет потребительский импорт. Но, кстати, не так быстро, как экспорт. А, безусловно, вырастут инвестиции. В этом году у нас так рывается рынок земли. Это, ну, это просто плюс 4 миллиарда долларов минимум. А вот вы не боитесь? Вот, смотрите, о рынке земли очень много говорили. Давайте оставим политическую составляющую, потому что тут политики, наверное, 99%. Все-таки откроется рынок земли. Понятно, что будет земельный банк. Понятно, что земля станет объектом залога, наверное. Нет, конечно, да, это все разрешено законом, конечно. Отлично. Но ведь и сегодня, в принципе, есть возможность привлечь деньги на сельхозпроизводство. У вас сельскохозяйственное производство, собственно говоря, жарует. Существует ли серый и черный рынок земли сейчас в Украине? Ну, конечно. Помните, как в Советском Союзе существовал черный и серый рынок квартир? Квартиры нельзя было продавать. Поэтому люди женились фиктивно, переезжали из Баку в Петербург. Там женились, молодой парень женился на стороне. Это все, чтобы разменять двухконтактную... Ну, то есть вот такой вот. И вот такой дурацкий он существовал у нас до сих пор. Но рынком это, конечно, нельзя назвать. Это просто чистое преступление. Позорно было оставаться в одном списке с Венесуэлой, Кубой и Северной Кореей. Ну, там же шесть стран в мире вообще осталось, где несвободны рынки земли, включая Украину. Даже в Беларуси нерезиденты могут покупать через банкротство, агрохозяйство. Мы видели несколько таких прекрасных сделок. Существует официально. Ну, как схематус даже не назвал. Это официальная форма. Как иностранец может купить землю даже в Беларуси. В России рынок земли существует 21 год. Ничего с китайцами не скупили, правда? Я читал исследование, кстати. Я не помню, это Вышки или Сколково. Как раз 20 лет рынка земли в России. И проанализировалось, какое количество там предметов было выявить иностранцев. Вот сколько же? 1,8% от пахотных. Это ничто. И притом, знаете, что пришлось делать? Им пришлось включить даже акционерное общество, где хотя бы на какую-то, даже не на контрольную, а хотя бы на 30% сидят какие-то нерезиденты. Ну, чтобы выявить их. Да никому она не нужна. Земля в 21 веке нужна только тому последнему несчастному ферму, который готов на ней пахать. Ну, я не могу с вами до конца согласиться. Объясню, почему. Хорошая земля, которая дает сейчас сумасшедшие урожаи. И сегодня это настолько рентабельный бизнес. Сегодня смотришь, как себя чувствует аграрий. А если бы страдала от того, что у него свободный рынок земли с 2000 года, с года избрания у Владимира Павлина? Да я что-то как-то не заметил. Вообще-то она развила агросектор за это время. Вот я и говорю, не заметил. Мы отстали в темпах развития, мы отстали в инвестпроектах, мы отстали в устраивании вертикальных компаний в агросекторе. Пора догонять. Этот год будет первым рывком после выстрела стартового пистолета. Я не вижу ничего плохого, кроме хорошего в этом. Ну, а по платежному балансу это опять плюс, плюс, плюс. Ну, устаешь считать эти плюсы. Но стропозиция растет, экспорт растет, инвестиции растут, торговые кредиты как ненормальные растут. Мы первыми посчитали, вот у нас шли, вот, кстати, очень большая переменная, от которой многое зависело в платежном балансе прошлого года. И в этом, кстати, тоже многое зависит. У нас зарплечане перечисляют 14 миллиардов, трудовые мигранты из Европы перечисляют 14 миллиардов. И мы понимали, что если каждый третий хотя бы лишится работы сейчас в ковид, у нас уже пошло почти минус 5 рядов по балансу. И мы стали смотреть, ну, все говорят, а знаете, политика заявляет, уже 2 миллиона вернулось, уже там полтора, уже повернулось почти все, их там выгнали везде из Европы. Мы подняли данные двух служб, которые контролируют у нас пересечение границ. Оказалось, что у них даже состоится парт-программа, которая идентифицирует пересекающие границы, но они отличают туристов от, ну, грубо говоря, если человек едет на автобусе рейса Неаполь-Львов, который идет трое суток в пути, они там без кондиционера сидят в этом автобусе, То он, скорее всего, или человек, который влетает через вип-зал Борисполя бизнес-классом, то это как бы, ну, как бы, и вот погранслужба умеет идентифицировать. Может быть, с некоторой погрешностью, но все-таки. И мы увидели, что вернулось на пике всего 290 тысяч человек, это 10%, ну, от предполагаемых трех миллионов, которые там находятся, там работают. Они даже ковид решили перешить там, пересидеть, и поэтому мы, ну, как бы, умеренно оценили спад кэш-флоу на 25% трудовых мигрантов, к концу года пересмотрели на минус 10. Мы потеряли менее 2 миллиардов из этих 14, даже в прошлом году. В этом году будет рост. Тогда, Михаил, смотрите, вот интересная штука. Значит, получается, что ВВП Украина растет. Кстати, а вот два слова. ВВП номинальный, ВВП реальный. Вот только, пожалуй, в Украине я столкнулся с тем, что это вообще такой феномен. Это что-то две, знаете, две какие-то вселенные. Нет, это действительно две разные вселенные. И вот то, что нас учили в университетах, то, что следует считать ростом или падом экономики, по Real GDP, эта модель показывает нам гораздо, дает меньше знания об экономике, чем спад или рост ВВП номинального. Ну, конечно же, желательно в долларах США, приведенном к знаменателю, приведенном к доллару США, чтобы учитывать курсовые риски. Потому что можно хоть вдвое нарастить ВВП в рублях. Давайте устроим сейчас инфляцию 100% в России и вдвое вырастет в ВВП. Вам Эльвир Сахип не дорастет. Но при этом же удержите при 100% инфляции курс рубля на том месте, где он сейчас находится. Вот искусство стоит в том, чтобы у тебя каждый год внутренняя инфляция была меньше, чем девальвация. А желательно вообще не было девальвации. Тогда ты свою инфляцию импортируешь. Твоя экономика в долларах раздувается. И вот, например, если говорить на цифрах, то в этом году за счет достаточно вот этой высокой инфляции цен, это не внутренняя инфляция цен, это не морковка-петрушка подорожала на рынках в Киеве, это подорожали, слава богу, менталы, которые приносят нам экспортную выручку. Поэтому мы ожидаем прироста ВВП со 150 до 187 миллиардов долларов в этом году. А ребята более классической школы сейчас спорят в Минстате у нас рост реального ВВП. Будет 4,3 или 4,6 или 4,8. Вот они спорят об этих запятых. Честно говоря, мне, как макроэкономисту, это вообще никак не объясняет, что происходит с экономикой. Там 4,6, 4,8. А вот плюс 30 миллиардов долларов в ВВП, это мне многое объясняет. Потому что ровно на эти же 20% вырастет, я понимаю, недвижимость, долларовые зарплаты. Ну вообще это индекс роста стоимости активов будет. А вот в связи с этим мы мягко переходим к тому, что меня лично очень волнует. Есть такие у вас замечательные бумажки. Как я их называю, варанты имени Ярейская. Вера, да. А что? Вера Ярейская, да. Да, да, да. Те, которые были... Имеют нулевое тело. Нулевое тело. И это интерес, привязанный к формуле выплат строится на экономическом росте. Да. То есть по сути своей, выпуская эти бумаги, Украина как бы продала свой будущий экономический рост. Ну давайте говорить откровенно. Простым языком. Знаете, Евгений, это я думаю, сейчас я раскрою все-таки зрителям тайну, что мы с вами сидели, вы как банкир, я как математика, считали у меня формулу по формуле Ярейска предельно возможные выплаты по ВРА. И, честно говоря, нам больше 400 миллионов долларов в год насчитать не удалось. Как вы понимаете, страна, которая платит десятку по долгам, вернее, успешно ее рефинансирует, еще 0,4. Ну сумма неприятная, но вполне терпимая. Как показывает наша модель долгосрочная, модель до 40-го года. У нас был заказ, кстати, из Лондона. Как только вышли эти бумаги, я так понимаю, что бондхолдеры понеслись по аналитическому рынку. По-моему, Макинза их послали, большая четверка послала, они сказали, они больше, чем на 5-7 лет не делают такие, ну, горизонтные прогнозы до 40-го года не существуют. У нас существует, у нас существует стоимость. Ну, хороший чек, мы сделаем вам хоть до 4 тысячи, шутка, нет, мы тоже ответственно подходим к работе. Но нам удалось связаться, мы привлекли наших американских коллег. Они нам показали более интересную модель по мировому ВВП, потому что мы же привязаны, ну, как бы Украину-то мы посчитаем. Нам важно, куда будет основной корабль плыть, ну, для того, чтобы привязаться. Ну, сделали какие-то регрессии по спаду мировой инфляции, по пониманию процентных ставок. В общем, у нас есть долгосрочная модель до 40-го года, и вот мы по ней считали, там, средний выплат 200 миллионов долларов. Для такой страны с таким ВВП 200 миллионов, опять же, повторюсь, слума неприятная, но вполне терпимая. И ни о каком дефолте я бы, ну, как бы, или угрозе, или тормозе экономического роста я бы не говорил. Хорошо, тогда позвольте, я задам вам вопрос немножко по-другому. Бандов этих выпущено на 3 миллиарда. Да. Потом при этом... Мы сделали байбэк в прошлом году и забрали, вы представляете, за несчастную сумму в 300 миллионов, по-моему, забрали 20% в эмиссии. 20%? То есть, иначе говоря, сегодня, сколько там, чуть больше, чем 2, там, и 4 десятых миллиарда торгуется. Так, значит, банды на 2,4, которые будут приносить в среднем 200 миллионов, то есть девятая доходность в долларах, а в максимальных возможных вариантах 400, может быть, даже 500 миллионов долларов. Иначе говоря, 17-я, 15-я долларовая доходность. Ну, это много. Это не совсем математически корректно, на такой... Хотя, понимаете, ну, это надо считать вилкой уравнения, ну, с допусками. Я не уверен, что 15% доходности является даже медианной этого уравнения. Я, поскольку, понимаете, облигация без принципа, ну, как бы, как ее считаю, ну, ее надо считать на потенциальном, ну, кэш-флоу. Абсолютно. Поэтому то, что мы... А к чему привязывается как к базе? Вот вы называете эти 3 миллиарда, а это же условность. У нее нет принципа, она стоит 0 копеек. То есть, будущее кэш-флоу стоит чего-то. И вот вы за какую-то цену покупаете потенциальный кэш-флоу. Вот, грубо говоря, те, кто купил эти... Понимаете, во-первых, мы просто списали когда-то 3 миллиарда долга, выпустив эти бумаги. Вот поэтому мы условно считаем это их номинальной стоимостью. Но это математически некорректно так считать. Потому что мы откупили... Ну, мы списали 3 ерда, мы в длинном потоке. Понимаете, вот сейчас осталось сколько им? Осталось им 19 лет. Но давайте посчитаем любую сумму, вот эти же 3 триллиона через квадратный корень 17 степени. Что у нас останется? Да, 3 миллиарда, простите. У нас ничего не останется. Ну, согласен. Приведенная – это ерунда. Да, да, да. И у нас нет, ну, на present value какое-то смешное. Какие-то инвесторы продают друг другу с премией сейчас по 104. Не-е-е. Пускай продают. Она уже 119 стоит. 119 вообще. Она сегодня стоит 119. Но я очень рад за... Вот я в этом и говорю, понимаете, я-то работаю... Яреско столкнулся с тем, что у нее в руках страна, где, ну, как бы, второй год идет война, резервы были двадцатка, упали до, ну, едва ли не математического нуля. Там осталось пять, ну, по формальной статистике. Но это только монетарное золото. На скорый счет в Америке был пустой. И вот у тебя внешний долг 90% ВВП. И, ну, и все. Ну, как бы, даже трехмиллиардные выплаты не тащишь в год. В этих условиях рестрактнуть на 20 лет, да, в стране... Помните, когда-то был... Ну, сейчас все забыли, что были такие мастрихские критерии. Там долг не больше 60% ВВП, выплаты по нему не больше 5% ВВП. Ну, что такое 200 миллионов долларов с точки зрения годовых выплат по отношению к ВВП? Это сколько процентов? Ну, это смешно. Это еще раз. Я думаю, что мы уже перегрузили просто зрителей математикой по этому отдельно взятому инструменту. Но мой тезис состоит в следующем главном. Что это не является тормозом экономического роста. Там будут годы, когда мы будем платить 20-30 миллионов. Будут годы, когда, может быть, заплатим 200. И, возможно, будет 1, 2, 3, 4 года, когда заплатим 400. Я еще не уверен, что на эти аверидж 200 мы... Вы... Особенно по плохим проблемам. С прогнозом большой рецессии 2030 года. А, 30-го года. Давайте же, да, давайте. Да, не, подождите, подождите, подождите. Мы к этому перейдем. Я все-таки хочу поговорить, как говорят в Одессе, за Украину. Хорошо. Действительно, цифры говорят о том, что, в общем-то, страна развивается. Я еще не назвал две важных цифры. На пике падения, вот после двух лет войны, у нас зарплата упала с 430 до 170 долларов. Квалификация рабочей силы не упала ни на 1%. Поэтому синие воротнички, кто мог, уехал. Но здесь возникли шикарные возможности для... Ну, то есть в Украине до сих пор выгодно все, что угодно собирать, экспортировать в Европу. Таких производств уже более 600. Они растут, как грибы. Есть такой слайс Google Map. Там можно открыть New Enterprises. И каждый год видеть сотни новых открывающихся предприятий. Когда копаешь вглубь, видишь, что это дочки европейских компаний, которые просто... Ну, грубо говоря, в этом смысле Украина постепенно превращается в новый Китай для Евросоюза. Потому что в Китае уже в промышленности 800 тысяч долларов зарплаты. Это уже древние времена, когда все говорят, да, там 100 долларов стоит рабочих. Давайте все не... Уже совсем не так. А в Украине они до сих пор... А сколько сейчас в Украине? Смотрите, сейчас вот в месяц, когда мы разговариваем, как раз средняя зарплата перейдет в психологически важный барьер в 500 долларов. Она была в 495 прошлом. И в конце года мы ожидаем 608 среднюю зарплату по стране и более 900 долларов в Киеве. Ну, это уже неплохо. Это великолепно. Да, да. И вот отсюда вот эти все дорогие автомобили и дополненные рестораны, которые вы сейчас видите. Михаил, а вот у меня в связи с этим вопрос. Вопрос. Слушайте, вот я все прекрасно понимаю. Там 600 долларов, 800 долларов и так далее. А, еще население купило в прошлом году 4,5 миллиарда долларов. Это кризисный год, простите. То есть они не успели потратить и купили наличие 4,5 миллиарда долларов. Отложили просто дома на черный день. И на двузначную цифру увеличили депозиты в банках. Круто. Кризисный год. Так вот у меня вопрос. Это в госсекторе или в частном секторе? Вы о чем говорите? Как такое может быть в госсекторе? Это очень странно. Нет, ну извините. У меня, например, был очень хороший сотрудник. Ну, очень квалифицированный. Он у меня получал зарплату. Большую зарплату для частного сектора в России. Его переманила госкорпорация, заплатив ему в три раза больше. У нас, если ты хочешь зарабатывать много, ты идешь в госкорпорацию. Поэтому и спрашиваю, в госсекторе или в частном секторе? В Украине доля государственной экономики, к счастью, сужается. Насколько сильно? Ну, максимально. Мы занимаемся вообще большой приватизацией, очень успешно. У нас еще большие планы на приватизацию. В госсекторе, к счастью, стали расти зарплаты. Это происходит в рамках стратегии борьбы с коррупцией. Я этому, как экономист правой школы, очень рад. Потому что мне надоели вот эти лживые разговоры о том, что давайте, пускай у них будут зарплаты, как у простых рабочих. Ну, и при этом пускай не воруют. Мы обставим их кабинетами, микрофонами, камерами, все будет взаимно. Так они просто работать не будут. Ну, это вот такой цинизм левых подходов, что давайте, пускай чиновники живут бедно, но они будут такими святыми джедаями, которые не берут при этом взяток. У нас нефтегаз Украина, вы знаете, как бы госпонополист, как у вас там, Газпром и Роснефть вместе взятые. Она вот из-за 29... Ну, она была создана, кстати, не в первый год, по-моему, в 95-96 году была создана эта компания. Вот за четверть века существования большинство того года приносило миллиардные убытки. А зарплата в представителе нефтегаза была что-то 800 долларов, вот так. Как только появился первый представитель нефтегаза, который стал зарабатывать миллионы долларов в год, нефтегаз приносит десятки миллиардов прибыли. Праздительно. Да, представляете, такая прямая зависимость, оказывается, существует между зарплатой. Поэтому я, когда читаю о высоких зарплатах госсектора, меня, как право экономиста, это радует. Но это не означает, что государство не должно быть минимально достаточным. При этом, конечно, госсектор должен сокращаться. У нас сокращается государственное участие в экономике, но, к сожалению, растет государственная бюрократия. Это, в общем-то, можно сказать, европейский и мировой тренд, но мне, как право, экономиста он не очень нравится. А вот, кстати, несколько слов на эту тему. И зарплата у нас, конечно же, выше в частном секторе. Конечно же, выше в частном. Ну, хорошо, тогда вот как раз вопрос. Меня, я скажу честно, коробит вот это вот общее движение этого мира влево. Мир качнулся влево, причем жутко качнулся. Ну, мы с Юлией Латыниной когда разговаривали, она тоже была эфиром, там, полтора часа. И я тоже завелся, начал говорить, я в Америке, она говорит, ой, Михаил, так странно выглядит, сидят русские с украинцами, а Америку критикуют. Вы представляете, как зрители на нас посмотрят? Я говорю, мы свободно мыслящие люди, которые могут рассуждать об окружающей их феноменологии, хоть на Марсе, хоть в Америке, хоть в Австралии, хоть у себя дома. Кто нам запретит мыслить? Нет, ну, извините, по мне тут все очень просто. По мне есть понятие эффективности. Я возьму того сотрудника, мне не важно, он белый или черный. Он женщина, мужчина или, не кначе помянутый, трансгендер. Все равно. Когда они, не дай богу, нарушат принцип миротократии. Вот все же понимают, что принцип миротократии, то есть, должен священно соблюдаться в медицине и авиации. Вот никто же, выбирая между шестью пилотами, всегда же посадят за штурвал и доверят жизни 300 людей в Боинге. Только тому, кто наиболее квалифицирован. Конечно. А последнему по квалификации, но и за счет того, что у него другая сексуальная ориентация, наверное, штурвал Боинга никто не доверит. Точно так же нож хирургу дадут, не из-за того, что у него прадедушка Native Americans или нет. First Nation. First Nation, например, да. И дадут только тому, кто не зарежет, человек насмерть. Вот тут мы понимаем, а чем мы в corporate government этого не понимаем? А чем мы не понимаем, что лучше дети должны учиться в лучших университетах? Кстати, и Россия, и Украина должны быть благодарны Америке за единый госэкзамен, который там существует с 50-х годов. А у нас что бы существовало? Взятки при поступлении. То есть, всю советскую эпоху, еще и большую часть, ну, я не знаю, в каком году у вас это ввели, у нас это ввели менее 10 лет назад. Нет, что-то типа этого. Но дочь моя сейчас поступает как раз, вот, ЕГЭ, все дела. И вот, и у нас это, ну, сняло эту проблему. Теперь мы понимаем, что лучшие дети учатся в лучших вузах, ну, да, а там уже не сопьются, не сопьются, или карьеру сделают. Ой, я вас умоляю. И, ну, как вы знаете, Америка же первая этот принцип и нарушила. В Лиге Плюща только 15% поступают по результатам тестов, а остальные по каким-то признакам, даже с минимальными оценками. И это ужасно. Это как у нас в Советском Союзе в свое время была квота на... Рабоче-христианского происхождения. Вот это все. Я, кстати, если в Советском Союзе не развалился за два месяца до моего поступления, я бы не поступил в университет. Я как раз поступал в 1901 году, и вот этим летом случился пуч. Вы еще молодой. Михаил, а вот у меня вопрос. Вот этот крен влево всего мира... Кстати, в России то же самое, он потихонечку идет. Вы считаете? Конечно. Но я переведу на русский язык. Смотрите. Ну, по факту, по факту, смотрите. Понятие налогов, пускай богатые за все заплатят. А у вас пока что 24% фискального процента ВВП – это самый низкий в этой части света. Нет, вы про личные, я про личные доходы. Я не про отдельные налоги. Нам же, макроэкадемистам, важно, ну, геликоптер-фью. Ну, то есть, какая часть у вас налоговых изъятий. Вы живете в Европе, где средний процент там колеблется. Ну, есть безумные страны по 60-70. Евростат дает 39-43. Но Джеффри Сакс со Стеглицем считает, что больше, чем 51 платит налогов. Если учесть косвенные все вещи... А косвенных очень много. Смотрите, вот чем отличается Сакс, что говорит? Он говорит, что чем отличается корпоративный пенсионный фонд от государственного? С точки зрения макроэкономики, это такое же чистое изъятие. Потому что у него такой же меморандум, как и у государственного. Это авиа... там, Сименс, например, собирает свою корпоративную... Вот они изымают эти деньги из оборота предприятия. Они изымают из текущих расходов внутреннего спроса хаусхолдеров. И размещают их куда? В 30-летние банды, мертвым грузом. В суперконсервативные инвестиции. Чем это отличается от поведения государственного? Вообще ничем. То, что у него там сертификат собственности государственного или корпоративного висит на стене, это не играет никакой роли. Потому что макроэкономически вы нанесли огромный вред. Вы изъяли эти деньги тех, кто их заработал. Именно. И кто эффективно их может использовать. Конечно. Потому что мы же тут не будем в этой студии, вашим тем более уважаемым зрителям, доказывать, что наиболее рациональное решение за всю историю человечества принимали те люди, которые заработали эти налоги. В этом смысле России есть куда расти. А вот нам расти уже некуда. У нас среднеевропейские 43. И нам налоги как раз надо снижать, если мы хотим ускоряться. Так вот у меня и вопрос. Смотрите, вот этот вот левый крен, он вас начал уже касаться? К огромному сожалению, у нас, ну, что касается политической палитры, то я живу в счастливом государстве. Я как сын советского диссидента, об этом говорю открыто, что я счастлив, что в моей стране физически запрещена коммунистическая партия. Физически запрещена фашистская и коммунистическая идеология. Ну, то есть у нас это преступление. Ну, вот сказать, я коммунист или я там нацист, я знаю, что, ну, не будем касаться политики, но... Ну, да, мне тут много чего сказать. Слушайте, мне, еврею, смотреть на вот эти шествия тоже очень неприятно. Я сейчас могу очень далеко пойти. А в Петербурге не видели такие шествия? Честно, в Питере не видел, а... Слушайте, видеть улицы Петлюра, бог с ней. По массовости превышают наши. Бог с ней с улицы Петлюра, это еще отдельный персонаж. Но улица вот этих всех Бандер и так далее, ну, мне это неприятно. Но еще раз говорю, мы договорились об этом не говорить. Мы уже Евгений начали. Я не начал, я закончил. Бандера просидел всю Великой Отечественную войну в немецком концлагере. А русские СМИ делают из него главного фашиста. Это кто? Человек по имени Степан Бандера, он там один такой есть, который был улицей Памятники, называется. С 1941 по 1944 год, пока его не освободили советские войска, он был арестован там на второй или на третий день фашистами, когда они вошли во Львов. Он был арестован и просидел в Кутузке все четыре года войны. Миша, давайте так. Так, бог с ним, хотя есть Бандера, а есть еще и Шухевич, именем которого тоже. Шухевич, другая история. А это вот та история, которая меня вот здесь свербит. Я, ладно, все-таки давайте отложим. Да, я думаю, что лучше эту тему мы касаться не будем. Так вот, смотрите, вернулись к этому. Все-таки левый крен именно в экономике, в налогах, в развитии именно страны с точки зрения, а давайте мы все заберем и потом все разделим. Короче говоря, Полиграф Полигравыч, во всей своей красе, шариков, кто не знает. Вечный конфликт труда и капитала. Маркс был не прав во всем, но вечный конфликт труда и капитала существует. И наиболее успешная наша цивилизация, это я вам как предпитатель истории экономики говорю, были страны, которые, где побеждал капитал? Где капитал побеждал труд? Потому что, вы знаете, я уже, по-моему, слишком часто начал цитировать моего любимого Джеффри Сакса, но так уж совпало. Всем рекомендую его книги, они блестящие, переведены на русский язык и изданы в Россию. Мы контрабандой достаем их, я достаю для наших экономистов книги Джеффри Сакса, контрабандой из России. В институте Гайдара они все изданы. Даже вот это последний конец бедности. И он говорил... Вот, знаете, вот самые гениальные формулировки, они же самые краткие. Вот то, что Платон, Кант, это же какие-то лаконичные... Или Мишель Монтэнь, или Даккар, вот эти лаконичные фразы, которые объясняют все. Джеффри Сакс придумал, ну, это же уже, знаете, в конце 21 века, когда уже все философии и в истории экономики сказано, он придумал самую лаконичную, самую точную, мне кажется, дефиницию, разницы между комминтализмом и социализмом. Смотрите, капитализм — это всегда примат свободу. Социализм — это всегда примат справедливости. Все. И вот те государства, которые вообще не боролись за справедливость, например, в Соединенных Штатах, в итоге там и бедные, и средний класс, по результатам 20 века, живут богаче. Никогда не борясь ни за равенство, ни за справедливость, они добились лучшего, большего результата, чем Советский Союз, который только за справедливость же боролся. Вот помните, у наших родителей, у них же были зарплаты по единой туристной сетке, у всей страны 120 рублей зарплат. И хоть ты изобретите космические корабли, ну, одноразовая премия, Волга, а потом опять 120 рублей. Ну, были какие-то исключения, подтверждающие правила. Эта система справедливости социальной, она демотивирует к труду. Я хочу, чтобы молодежь была богатой, жадной, они хотели свою первую Теслу купить, потом сделать раунд, уехать в долину. Вот эти страны наиболее успешны, где так хотят. Так хотят китайцы. Китай удивительная система. Они за счет высокой доли, вот Китай тоже идет, левый любит переводить в пример. Это страна дичайшего капитализма. А я скажу, как еще, ну, как бы, от имени нашей кафедры, что это одна из лучших либертарианских моделей, которые существуют на счете на Земле. Знаете, фискальный процент ВВП в Китае по среднему уровню налогообложения, по изъятиям из экономики, это менее 10%. 90 центов с каждого заработанного доллара остается в руках у китайского бизнесмена. Это прекрасно. Он выходит на глобальный рынок и конкурирует с европейцем, у которого забирают налогами 50 центов с каждого заработанного доллара. Тут конкуренция просто невозможна. И это, да, или с украинцем, которые забирают 43 цента. Ну, это вопрос времени. Это экспансия, это вопрос времени. А знаете, сколько составляет гострасходы в Китае? 34% ВВП. А вот эти 24% это доходы госкомпании. Смотрите, China Mobile, China Petrol, их никто никогда не собирался приватизировать. Вот China Mobile, я вообще люблю этот кейс, компания в день своего создания тут же получила полтора миллиарда абонентов. Они заплатили хотя бы по 10 долларов, поняли кэшфлоу, ну, то есть, все, хоть на NASDAQ завтра, да? И они пропустили вот это вот последние десятилетия, когда большая часть добавленной стоимости стала зарабатываться на маркетплейсах. Но они сейчас догоняют Алибабу, мы все это видим сейчас. Алибаба идет скорее вниз, по другим чисто административным причинам. А мои коллеги в Джордж Тауне обратили внимание на... Вот была статья, не помню, кто ее опубликовал. Ну, это и Джордж Тауна, профессор, он обратил внимание на такой довольно страшный факт, что... Вот почему Америка имела технологическое до сих пор безусловное абсолютно лидерство, потому что вот это вот... Они называют это экосистема выращивания стартапов в полуальто, она была создана, и это позитивный трак-рекорд последние 30 лет, вот, и это уже самовоспроизводящаяся система. Да-да-да. Существует ряд частных инвестиций, государственные уже не нужны. Вначале они, кстати, были, и они были существенные. Сейчас они уже не нужны, хотя они, кстати, все-таки еще есть в фундаментальной исследовании, очень много дают и Пентагон в робототехнику, и там, и другие. Ну, в общем, сумма раундов по Соединенным Штатам это до... это все при IPO A и B раунды. Ну, до IPO-шной раунды сумма фондов, которые вложили в 2020 году в Америке была 530 миллиардов долларов, а в Китае уже 600 у аналогичного фонда. И сейчас как полетят юникорны оттуда. То есть, понимаете, мы с вами не знаем, какие компании будут лидерами технологическими. Даже мы понимаем, какая технология будет лидером через 10 лет, но мы не понимаем, какой бренд, потому что я это легко докажу, потому что вот помните Supreme Crisis 2008 года? Еще как. Упал. Все мы помним. Это ужасный год. И тогда уже Обама принял решение, что все, не будем помогать детройтской тройке, будем помогать им только, если они будут строить электромобили. И вот если вы откроете сейчас подшивку Washington Post или Wall Street Journal за 2007-2008 год, у вас сомнений не возникнет. Вся Америка была святой убеждена, как будут называться первые и главные, первые массовые электромобили Америки. Форт или Джейн? Форт-Вольт. Ну, Форт. Форт-Вольт, да. В него было вложено 20 миллиардов, вернее, 180. Это была госпрограмма поддержки. Еще Крайслеру и GM раздали по какие-то по 3, по 8. У них были свои какие-то разработки, но на какие-то ранние. И у них оставалось 0,8. И они дали вот этому стартаперу, который бегал по всем телеканалам, всем надоедал со своей Теслой. Вот они просто, чтобы он отцепился, дали ему просто да, там мелочи осталось. Погуляли в ресторане, осталось какие-то мелочи, ну, заставьте уже этого официанта. А теперь Тесла это Тесла. А теперь Тесла это коэффициент 1200. А теперь Тесла полетела в космос. А теперь Тесла это один из пяти мощнейших AI в нашей планете. И теперь ребятам приходится его догонять. 13 лет. Понимаете, они уже никогда не догонят. Дело не в этом. Дело в том, что мы понимаем даже технологию, но мы не понимаем название компании. Так вот, когда государство залезает, создаёт такую экосистему, где оно инвестирует сразу же, ну, делает как широкий пассив. У них стратегия про обычные портфельщики. Они берут не больше 25%. Они потом докупят, когда увидят, что летит. Ну, китайские коммунисты и к ногтю могут прижать. Это и в России так умеют. Выкинули BP. Пригласили BP. Опять выкинут скоро. Ну, это же такое. Что, у нас нет контрольного пакета? А кого надо выкинуть BP? Опять выкидываем выпить. Ну, простите за мою шутки. Нет, это очень интересно. Михаил, слушайте. Простная история. Вот большинство из тех, кто нас сегодня слушает, они задумывают, слушайте, рынки на хаях, коэффициенты, ну, да, это всё относительно, не будем сейчас спорить. слышал вот это рынки на хаях. Да, 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 да. И в 2009-м, и в 2009-м. И в 2018-м тоже всё это было. Михаил, дело не в этом. Реальные мультипликаторы сегодня зашкаливают. Ну, про Теслу я говорить даже не хочу. Давайте перестанем на них смотреть вообще. Как? Что ещё перестанем? Нам неинтересно P, EPS, денежный поток. Ну, это же, ну, это как? Это основа. Извините, а как мне анализировать компанию, если не по денежному потоку? Я искренне советую вам книгу вашего великого соотечественника и, как я люблю говорить, моего старшего коллеги Слава Иноземцева о новой монетарной политике. Вот он написал в следующем 10-летие наиболее точно. Она сейчас выходит в Россию. Я удостоверил свою часть, но почитать ещё до... Обязательно лично его попрошу до выхода. Обещал написать рецензию, до сих пор ещё не выполнил обещание, она, слава меня, простит. Вот он удивительно точно описал, что нам нужно привыкать к новой реальности. Во-первых, мы находимся в начале нового суперцикла. Во-вторых, давайте представим, что... Подождите, подождите, Михаил. То есть, извините, это очень важно. Смотрите, все инвестбанки мира, ведущие JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank Research, это отдельная R&D-структура с бюджетом в 100 миллионов. Это World Bank, АМФ... То есть, понимаете, даже нет никакого майнорити среди экономистов, которые считают иначе. Все считают, что мы находимся в начале десятилетнего суперцикла. То есть, мы с вами живём, говоря вот языком, понятным нашим поколением, в начале 2001 года. То есть, вы хотите сказать, и до 2008-го, до 2008-го будет происходить то, что происходило с 2000-го по 2000-го. То есть, 30-й год... Недвижимость в 5-6 раз, зарплаты в 5-6 раз, ВВП в 3 раза. Ну, вот так вот. Да, да. Особенно на международных, которые так глубоко окунулись, ну, как у Украины, нам не особенно везло. Всё-таки, мало какие страны, где развивается экономика, когда идёт война. И поэтому Израиль удивительное исключение, но исключение подтверждающее правило. Война делается странное то, что инвестор не смотрит в её сторону ещё 10 лет. И даже сам тон вопросов, которые вы мне сегодня задаете, я же не обижаюсь, потому что мы с вами считаем добрые друзья и коллеги. Но сам... А вы точно передаёте медийное, ну, как бы, окружение. Михаил, поверите, я телевизор не смотрю, у меня нет времени. Понимаете, мы можем не смотреть телевизор и даже персонально презирать каких-то телеведущих, но если кто-то, с кем мы общаемся, общается хотя бы с кем-то, кто смотрит телевизор, даже через два рукопожатия, они всё равно передают свой смысл. Телевидение всё равно продолжает производить социокультурный смысл. Но это картинка, это миром правит картинка. Продолжает производить социокультурный смысл. Вот там Россия плохая, Украина плохая, Берека хорошая, Европа венец творений. Это всё... Это всё... Даже не важно, кто никогда по первому каналу сказал, ну или по какому каналу сказал так, что за ним все повторяют. И многие люди... Ну, психологи вам доказывают, что люди воспринимают это за собственные мысли. А все политтехнологи, вот, например, Великая школа Щитровицкого, ММК, они все прекрасно знают, что есть технология производства смыслов, что есть инфлуенсеры. И там об этом тома написаны, и стоит их прочесть и понять, как это всё двигается. Поэтому я не обвиняю вас, Евгений, что вы смотрите телевизор. Я говорю, что вы очень точно передали тезисный ряд, который доминирует в медийке. Неважно, она социальная сеть или бабушки телевизор смотрят. Ну, вот я уже и стал агентом Крым. Крым Украина? Нет, нет. Я шучу. Вы слишком разумны для этого, я почитаю. Спасибо. К тому же вы успешный банкир. Зачем банкиру сотрудничать? Впрочем, простите, я не хочу казаться вашим... Так, ну это вы уже... Я сотрудничаю с здравым смыслом. Да, да. И есть такое общее негативное отношение об Украине. А я считаю, Украине везет, потому что это сформировалось, потому что мы украинцы первыми скупим все самое недооцененное сейчас в стране. А вот дайте прогноз. Если на секундочку отойти от мира, давайте вернемся на секунду. Вот дайте прогноз по Украине на 10 лет. Вот ВВП... Он есть, он есть. Ну вот дайте, вот конкретно. ВВП, инфляция, рост заработной платы. Что там еще? Ну, основы экономики. Да, и еще самое главное. Какие отрасли станут драйверами развития Украины на ближайшее время? Вы же понимаете, отрасль-драйвер, которая за тобой потащила все. Более точно об этом говорит Гуриев, кстати. Он говорит, что уже не будет никогда отраслей драйверов. Почему? Будет, будут то, насколько страна встроена в международные цепочки распределения труда. Вот если мы выращиваем какой-то кластер, вот в Украине есть сильный IT-кластер. И он безумно растет. IT-кластер, это вообще, смотрите, я вообще сейчас не, по памяти не привезду, но вот представьте себе рост в полтора раза по сложному проценту, который продолжается 6 лет. Это IT-экспорт Украины. То есть это экспорт софтвер. В прошлом ковидном году он перевалил за 5 миллиардов. В этом году мы ожидаем 6,5. А еще 5 лет назад он был 0,5. И вот он дает... А знаете, кстати, что такое 5 миллиардов долларов для Украины? Это весь экспорт зерновых. Без семечки. То есть вы хотите сказать, что... У нас вырос уже кластер. У нас вырос кластер IT, который вот эти самые славные черноземные... То есть, грубо говоря, в долларах это почти столько же, как... А уже в этом году будет больше. Понимаете? Присаживающе. Да, и это растет по такой экспоненте, на который просто страшно пока что смотреть. Ну, я хочу посмотреть, где замедляется экспонент, а она пока что ускоряется. Это не батюшка помог, не белорусские ребята перебежали. В том числе. В том числе. Да, релокейп происходил, как вы знаете, в Украину гораздо больше, чем в России. Кстати, вы знаете, куда они очень сильно переехали? На Кипр. На Кипре огромное количество вилл, снято просто белорусскими айтишниками. Я вам даже могу рассказать, почему. Потому что там налогоусловия потрясающие. Именно. Именно для айтишников, я знаю. Но мы с вами, по-моему, сейчас начали рекламировать Кипр. И Кипр, конечно же, выигрывает международную народологовую конкуренцию, часто и у Украины, и у России, и вообще у всего пояса восточного европейского. Поэтому не надо этого стесняться. Я считаю, Украина должна брать пример. Тем более, что деньги МВФ нам уже не нужны. Вы Евросоюзмы, слава богу, вступить не успели. А я всегда был поклонником. Я, кстати, пострадал в жизни немало от этого, потому что я еще за год до Майдана и до войны мне выпала честь выступать в Европарламенте как независимому экономисту. Тогда, ну, двух мнений у него. Тогда социология у нас делилась там 50 на 40 процентов. У нас были только те, которые хотели в ЕС и те, которые хотели в Еврозес. Конечно, после внешней военной агрессии со стороны Еврозеса желающих туда идти не осталось. Даже абсолютно прорусски настроенные одесситы говорят, мы не хотим, чтобы к нам власти ездили на танках. Ну, наверное, мы свой русский язык сами отстоим, а вот это, пожалуйста, ну, сори. А вот те, которые были сторонниками независимости Украины, я принадлежал к таким людям. Я не хотел ни в Еврозес, ни в ЕС, потому что я пожил, поработал в трех странах Европы за свою жизнь. Я имел компании там или долю в компаниях. Я платил там налоги. Я больше не хочу. Там платить налоги? Нет. Никогда. Михаил, так все-таки. Так вот, у нас было 4%, сейчас у нас уже больше 50%. Мы, я сторонник ограниченной евроинтеграции, то есть Украине от Европы нужно было всегда фри-трейд-огрими. Ну, зона свободной торговли, кто же откажется от зоны свободной торговли со странами золотого миллиарда? Безумие. Ну, и безвизовые. Так мы это уже получили. Дальше пора перестать бредить этой евроинтеграции, потому что дальше ждут только европейские налоги у вас. Больше ничего хорошего там нет. Ну, это да, это святое дело. Конечно, конечно. Тогда, Михаил, давайте так. Вот у нас... А, и вот какое у нас будущее? Ну, очевидно, очевидно, что пока этот арбитраж еще не исчерпан, будет развиваться аутсорс промышленный, безусловно. Очевидно, пока рынок фондовый не построен, нужно будет внимательно смотреть, потому что вначале все будет недооценено. Везде можно будет делать десятки процентов, а это же мы живем в мире нулевых процентных ставок. Слава иноземцев абсолютно утверждает и очень красиво аргументирует, что, возможно, не стоит ожидать, что нулевые отрицательные ставки это временная аномалия. Да, он считает, что это... Он считает, что это теперь новая реальность. А без этого, кстати, не так. Разум нас не пускает. Поэтому то, что вы говорите о безумных коэффициентах и о фундаментальном анализе, возможно, стоит уже просто не смотреть в эту сторону. Вот давайте вспомним вообще историю фонда у рынка. За вот последний хотя бы четверть века. Там уже произошло четыре революции. Помните, 25 лет назад? Молодой Том Круз, вот эти фильмы, где они в яме табличками торгуют, что-то пишут на тикетах, а девчонки сидят вот там на бортиках с компьютерами и пытаются записать корректно, что они там на этих тикетах написали. Бах! Через... Ну, 98-й год Насдак. Насдак все перешло в сети и торговля ями это 10% рынка. А 90-й это уже Насдак. Бах! Начало двухтысячных. Появляется и брокерч. Ритейл-брокер. И вот эти вот все... Революция чарльза шваба этот Насдак становится 10% того, что на торговле между собой через и брокеров не профессиональные инвесторы. И вот это вот... Ну, реальность, реддит... Бах появляется, ну, как бы, ну, двухтысячные. Эта штука вообще набирает безумные обороты. Появляется ликвидность даже у бумаг, у которых ее никогда не должно было быть. Например, у акций фондов. Возникает миллион этих вот всех деривативов. Возникает такое разнообразие по индексным фонам. Ну, короче, это просто богатейший супермаркет. И тут вступают в силу регуляторы после 2008 года. Ну, после пузыря. Ну, был пузырь, был, что, первый пузырь, что ли? Ну, я, честно говоря, я так бы не зажимал гайки. Они зажали гайки, Unvisible Hand of Market выскочил из-за угла, взмахнул ручкой и создал рынок ICO. С ничего. Вы вообще никакого забудьте. Security Exchange, Commission, IRS, кто эти люди? Они свои возьмут. Я делаю white paper. Я понимаю, но это все зажмут. Простую презентацию в PowerPoint вместо проспекта эмиссии и собираю 1,8 миллиарда, как телеграмма. Теперь это стоит 8 или сколько она стоит? У меня уже один знакомый сидит в штатах за эти все ICO. 98% скама. Это, конечно. Вот в начале появилась некоммерческая банковская система после развала Савкопа. В начале появился МММ и траст. Мы же помним. Первыми на каждый рынок выходят мошенники. Но, более того, в 2017 году они стопят, регуляторы стопят, рынок ICO, он больше не развивается, он только преследуется. Но я думаю, что это джин, которого пытаются засунуть обратно в бутылку. Потому что, например, Украину критикуют, что у нее не возникло за 25 лет. Я, кстати, 25 лет назад все это верил. Еще год-два у нас будет такой фондовый рынок. Ну, вот РТС, вот все это у нас. Я тоже в это верил. И на юноши. Честно говоря, мы тогда обсуждали с ребятами из МВФ, Мирового банка. Они говорят, ну, не бывает такого капитализма без одной из четырех фундаментальных основ. Например, не бывает капитализма без коммерческой банковской системы. Оказывается, бывает. Ну, удивительно. Страна Украины, где есть абсолютно развитой капитализм. Его можно посмотреть своими глазами, потрогать. Но нет фонда рынка. Я думаю, что мы, как знаете, опять меня кто-то обвинит, что я сравнил Украину со странами Африки. Но люди разумно поймут контекст этого сравнения. Есть действительно странная экваториальная Африка, где так и не возникла проводной телефонии. Они сразу же перешли. То есть они пропустили первые четыре промышленных революции. Перешли сразу же на пятую. У них сразу появился мобильный интернет. Так вот, как показала то ли последняя, то ли предпоследняя мобилевская работа, что они по сумме затрат хаусхолдеров в GDP пар капитал, в этой сумме ВВП на душу населения, количество денег, которые они тратят на мобильные сервисы, выше, чем у среднего европейца. То есть они сразу же, европейцев еще надо присадить на это вот все. Я думаю, что Украина сразу будет строить рынок IC, притом официально организованный. Я думаю, что нас вот столько отделяет от легализации крипты. Я думаю, что Украина будет восьмым шлезом на планете Земля, которая разрешат криптоактивы. Я думаю, что это будет такой драйвер роста, что куда там рынок. Вам не дадут. А вот здесь я готов поспорить и объясню, почему. Смотрите. Будем наблюдать это в онлайне. Смотрите, вот Сальвадор легализовал полностью биток. Окей. Но Сальвадор, это 70% сальвадорской экономики, это наркотрафик. Это все знают. Великая, так сказать, экономика, и все понятно с ними. Смотрите, биток это способ... Вы имеете ввиду Никарагуа? Нет, нет, нет. И Сальвадор. Сальвадор. Так вот, я думаю, Никарагуа там на очереди. Вот. И Гондурас тоже. Как бы он чесался, не чесался, все равно Гондурас тоже легализует. Рада или поздно. Вопрос в другом. Для Америки валюты, которые, между прочим, национальная валюта Сальвадора, это небольшой кайф. Теперь, смотрите, Украина так или иначе часть Европы. Вы думаете, вам дадут возможность быть тем хабом, где можно легализовать, по сути, через крипту доходы? Вряд ли. Это первое. Второе. Европейский центральный банк ляжет костьми, но сделает все, чтобы Украине не дать возможность. Регуляторы американские, которые, ну, вы понимаете, здесь влияние достаточно большое, не дадут возможность. Я готов с вами поспорить, но я не думаю, что... Нет, даже не буду спорить, потому что, если вы говорите, что у нас влияют американские регуляторы, я вам рассказываю, что мы нагло не выполняем требования даже совершенно официального регулятора под названием миссия МВФ, то у вас преувеличенное представление о степени внешней управляемости Украины. Я сразу же скажу, что меня не относили к разным лагерям, я сторонник внешнего управления, я жалею, что нами так мало и так небрежно внешне управляют. Прикольно. Управляли бы больше, порядку было бы больше, но, к сожалению, по большому недосмотру у нас и выборы заканчиваются как угодно, но не как, ну, никто, вы что, кто-то сидел в Ашнодском обкоме и планировал, как Зеленского... Это вообще смешно, что вот эти обкомы... Я думаю, что они обрекли ситуацию на разворачивающуюся... ну, внимание на разворачивающуюся ситуацию недели за две до выборов, когда уже ничего сделать было нельзя, и сказали, ну, ладно. Вот так вот нами внешне управляют. Ну, это же, что я вам назвал центральный вопрос после этих пяти лет, да? А они будут опускаться до мелочей банковского регулятора? Не, они пришлют кучу, кучу рекомендаций, что вы же нам не делаете офшор с общей границей с Южным Союзом. Вот, 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 вот. А мы, мы внимательно это прочтем, что-то почешем репу, потом что-то из-под тяжка сделаем. Мы в этом смысле молодцы большие. У нас существовал еще до войны с Россией договор, по которому мы сами на себя взяли обязательство перед Газпромом никогда в жизни не заниматься реэкспортом газа и никогда в жизни не покупать газ в Европе. Это известная история. Но, как вы сами понимаете, в Украине замерзли бы города миллионники уже прямо в 2014 году при перекрытом крае Газпрома, если бы мы до этого не наладили накатанные схемы, которые годами контрабасили газ со всех европейских хабов, люди сидели на этом потоке и умели все это хорошо делать. Вплоть до технической модели, которая была отработана. То есть, Михаил, вы считаете, что в Украине будет легализована крипта? Я думаю, что чтобы не до конца этого года. Интересно. Нет, это безумно интересно, просто если это будет, но это... Смотрите, наша группа и украина экономика отлог, как я уже сказал, мы подчеркнуты независимо от правительства, потому что существует несколько центров, которые сотрудничают с Национальным банком, с Кабинетом министров, с Министерством финансов. Кстати, зарабатывают часто больше у нас, но часто это западные гранты. Я не против, просто мне больше нравится работать на открытом рынке, и я не люблю государственных клиентов, я люблю вот этих вот лихачей, то есть я люблю чувствовать акул бизнес, ну вот большой капитал. Мне нравится работать на тех, кто честно, на открытых рынках зарабатывать свои деньги. Они, честно говоря, иногда платят больше, иногда меньше, но я чувствую, что я в рынке, что то, что я произвожу, имеет конкурентную способность. Но вот другие такие... Но иногда все-таки нас просят, потому что мы считаемся хорошими эконометриками, и мы делали расчеты для земельной реформы, мы участвовали в разработке архитектуры, и мы разрабатывали архитектуру вот этой новой экономической зоны, ну такого IT-хаба нашего, она будет называться D-city, он будет иметь упрощенную систему налогообложения. Так вот, в пакете, там в пакете идет ряд законопроектов, во-первых, хорошо прописан legal site по, что такое криптоактивы, что такое криптовалюты, что такое остальное, и каковы будут налогообложения. Вот по налогообложению пройдет, не пройдет, не знаю, но то, что мы легализуем, это, ну я думаю, что все-таки это вопрос этого года. Хорошо, тогда... Это очень высокие политические шансы, я говорю вам, как инсайдер. Хорошо, тогда, это интересно, кстати. Не боюсь, я вас сказать, кстати. Не, ну слушайте, вы мне прямо сейчас открыли, можно сказать, интересные тайны военные. Давайте открыть еще. Это вообще-то открыто об этом говорит вице-премьер наш подцифровой, поэтому я просто повторил для ваших зрителей. Да, кстати, очень талантливый парень, я его слушал, очень интересные вещи говорит, я честно говоря... У него и замысел есть. Не, он умница. Слушайте, давайте так, откройте еще ряд тайн. А что еще здесь ожидается? Легализация каких бизнесов? Какие новые направления? Ну-ка, вот конкретно так. Ну вот на прошлой неделе открылось первое казино, потому что, как вы помните, были разные отношения в Украине с Россией, но был совершенно любовный период отношений, когда некая украинская политика, возможно, вы знаете, это была женщина Юлия Тимошенко, была премьер-министром. Кто это? Боже мой. И она говорит, она выполняла абсолютно все, о чем ее просил Путин. Путин, когда строил Сочи, запретил же казино в России перенесать их в Сочи, чтобы там развивать этот кластер, и вдруг обнаружил, что все летают не в Сочи играть, а в Киеве, в Одессу. И он попросил Юлию Владимировну закрыть чертовой матери все казино в Украине. Это было исполнено в неделю. А запрет продлился 10 лет. И вот только в прошлом году мы наконец-то... Ой, а что это? Какие интересные отповедения. А что это мы до сих пор? Кто там, когда, кому что обещали? А ну-ка давайте. Ну, ясно, что казино было полно. Хорошо, казино понятно. Просто это был блэк-маркет. Сейчас это все пойдут налоги в бюджет, и будет туризм официальный. Вот в Одессе на прошлой неделе первое за 10 лет казино в Украине открылось. И горный бизнес. Второе. В Украине очень сильно будет развиваться киберспорт. А это все буквально монетизируемая тема. Да, это безумные деньги. Это еще одно FIFA. Как вы знаете, существует чемпион мира, команда Neve. Она русско-украинская, но принадлежит украинцам. Вы не применулись сказать русско-украинская, но принадлежит украинцам. Мы не смогли без этого. Шайрхолдеры. Но я горжусь дружбой с капитаном этой команды. Тем более, что мы сейчас будем строиться, развиваться киберспортивные арены. Есть очень много софтверных компаний, ориентированных на киберспорт. Вот этот кластер будет очень мощно развиваться. Следующее. Что еще? Что такое сельское хозяйство, которое велось экстенсивным методом, мы понимаем. И какой взлет стоимости гектара в первые три года открытия рынка. Наша группа делала исследования по кластеру восточноевропейских стран, которые все открыли земельные рынки с 91 по 96 год. А ну, сколько будет гектар хорошей земли? Сельскохозяйственной? Цену вам назвать. Сейчас на блок-маркете она стоит от тысячи до двух. Да, совершенно верно, совершенно корректно. Я в курсе. Я думаю, что вот этот черноземный пояс, это так называемая 100-балльная чернозема, это юг-киевская, черкасская, часть кировоградской, большая часть полтавской, очень маленькая часть сумской. И половина Черниговской области, вот этот вот пласт центральный, что там будут по пятерке. Пять тысяч? Да, за три года. Верю, в это верю. А многие дураки накупят по полторы, оно и тысячи не будет стоить. Пески в Одесской области, в Херсонской, где без полива вообще не растет. Подождите, подождите, но это же Одесса. Одесса должна что-нибудь продать, они продадут песок. Вы хотите, чтобы одесситы что-то, не оставьте одесситам возможность в очередной раз кого-нибудь и дурачить. Вот. Следующее. Какие вам еще блю-чипсы подсказать? А что там насчет вот этой вот травки такой зелененькой? Нет, я в это не верю. Нет. Не легализуют? Даже если легализуют, ну вы просто не представляете, но вообще вверх сейчас лево качает эту тему, пойдет лавинообразная легализация в куче стран. Если бы кто-то хотел этим заниматься как бизнес, ну во-первых, врагу не пожелаешь такой бизнес, потому что там же мы понимаем сами, что это за бизнес, легальный или нелегальный. Один из тех удивительных видов бизнеса, где абсолютно у всех операторов бывают время от времени пулевые ранения. Поэтому, честно говоря, я не хотел бы, чтобы такой бизнес у нас развивался. И без этого проживем. Тем более, что я думаю, что это будет очень высококонкурентный кластер. Да, здесь я абсолютно согласен. И те канадцы, которые легализовали, думали, что сейчас захватят мир, а потом накоси выкусят. Ну хорошо, Михаил, очень интересно. Давайте так. Есть масса тем. То есть я подытожу. Вы считаете, что... Я не ответил на ваш вопрос по метрике до 30-го года. Да, вот я как раз хотел подвести к этому. Кажется фантастическим. Я думаю, что диапазон средний зарплат это около полутора тысяч долларов. Я думаю, что это даже, скорее всего, нижний предел. В Украине. Полутора-две тысячи долларов зарплату в 30-м году. Ну тогда, извините, стоимость квадратного метра у Петерицына. От 320 до 500 миллиардов. То есть я думаю, что мы можем, имеем шансы стать полутриллионной экономикой или что-то близко к этому. И я думаю, что средний заход инвестиций будет составлять порядка 20 миллиардов в год, в десятилетие. Ну да, к тому же зайти больше 100-150 миллиардов долларов в инвестиции. А риски? Да те же, что в мире. А когда этот суперцикл закончится и будет большая жесткая посадка. И, конечно же, мы как раз вот закончили. Я выступал на i-форуме. Это самая большая в Восточной Европе конференция IT-шная. Она проходит в Киеве. У нее уже так много участников было в этом году, что они проводили на стадионе. Обычно в самом громадном экспоцентре в Киеве проводятся. Но в этом году они впервые были на стадионе. И я был удостоен чести выступать перед флагманами, капитанами этого бизнеса из всех восточноевропейских стран. Кстати, и русских ребят было. Ну, тоже нормально. А белорусов так вообще. Мне казалось, каждый второй белорус на этом стадионе. И мы как раз перед этим закончили стресс-модели. Я так немножко попугал, но отечественников, потому что мы посчитали реально стресс-тест 30-го года. Но там будет, честно говоря, я всем посоветовал бы, я думаю, что это прекрасное завершение вашего интервью. Но потом еще будет подарок для ваших. Знаете, давайте сначала по подарке. Ой, давайте, очень люблю подарки. Я вдруг подумал. Я получил огромное удовольствие от этого разговора. Я вам очень благодарен, несмотря на то, что мы договорились не касаться острых тем, но мы оба, как интеллектуалы советские на кухне, не могли их не коснуться. Пиша, ну как? Спор зашел в эту грань. В описании под вашим видео будет ссылка на Телеграм. И каждый, кто не полетнется туда зайти, получит подарок в 100 долларов от нашей компании в виде подписки на 4 ближайших недели. То есть это не кэш? На наши прогнозы. Простите, нет. И теперь главная фраза. Знаете, иногда сам не знаешь, чем прославишься. Иногда, как в том анекдоте еврейском, я там и столько денег жертвовал в синагоге, и столько там на благотворительности больницу построил, и половину улиц в Одессе построил. Но стоило мне один раз с козой. Миша, подождите, я уже не вредил. Знаете, как меня, везде-то скажет мою фразу, что кризис надо встречать на кэше. Это вообще не я сказал. Это написано во всех учебниках. Но я однажды так ярко это сказал на стадионе, что все цитируют Теркухар, что кризис надо встречать на кэше. Так вот, дорогие друзья, не забудьте, уже начиная с 2027-го, активно распродаваться. Потому что кризис действительно нужно встречать на кэше. И не дай бог вам всем переживать на активах то, что будет происходить с экономикой Украины, России и всего мира в 2030-м году. Ну, скептики говорят даже в 2028-м. Ну, интересно. У меня немножко другой взгляд на вещи, но, Михаил, мне очень интересно. Джаби Морган, кстати, считает 32-й. Ну, что-то будет такой суперцикл, что 12 лет будет длиться. Я из осторожности продам все, что у меня будет в 2027-м. Вот я обещаю. Ну, а я же, как человек своей профессии, я узнаю обо всем еще на квартал раньше. Это правильно. Если кто-то из вас хочет знать так же точно, то вы теперь знаете, как дешево это стоит. Ну что ж, за подарок спасибо. Это действительно очень крутая подписка, и она действительно стоит денег. Я могу сказать откровенно, это не реклама. Мне Михаил презентовал вот свою последнюю июньскую как раз презентацию, вот эту манфли. Причем, слава богу, на русском языке, то есть я и на английском, слава богу, читаю, но как-то вот на русском было приятно. На родном быстрее. Да, и пошуршать страничками, скажу честно, хорошее, добротное исследование. Мне это понравилось. Миша, спасибо вам огромное. Мне было тоже безумно интересно вас слушать. Я с вами категорически по многим вопросам не согласен, в том числе по циклу. Я думаю, что к 2024 году у нас тут очень весело будет на всем мире и России, и Украине, и вообще весь мир. Дурители нам просят две минуты этого спора. Смотрите, помните предыдущий суперцикл? После азиатского кризиса 1997-1998 года мир рос как на дрожжах 10 лет. Почему? Потому что когда выполняются фундаментальные основы, почему все так едины во мнении, что это суперцикл? Потому что в начале каждого цикла происходит переликвид. Он начинает проявляться в повышении инфляции, в росте всех коммодитис. Это постепенно, постепенно, постепенно вытормаживаются. Макроэкономисты за 2-3 квартала вперед видят это вытормаживание. Растут доходы населения. Это самоспроизводящаяся спираль. Они поднимают внутренний спрос в industrial states. Потом проливаются лишние деньги на межнмакс. Все растет. Даже когда прилетают черные лебеди, вот скептики что говорят, вот там типа вас, 24-е, что-то прилетит. Откуда ты кухарь знаешь, будет ли ковид какой-то, супер ковид как-то, да? Но, как показывает практика, даже с черной лебедем, очень серьезно черные лебеди, не перебивают суперцикл, когда он сам не вызрел для того, чтобы рухнуть. Вот я хотел напомнить 2001 год. Давайте я его вспомню. Все помнят эти события. Март, dotcom crisis. Валятся все к черту, интернет, крупнейшая интернет-компания индустрии шляховской. Yahoo навсегда теряет 60% своей стоимости. Компания AltaVista, American Line. Особенно All. Какие были, так сказать, надежды на American Line? Это был лидер индустрии, который стоил, не помню точно, но за 100 ярдов точно. Что было тогда космосом? Конечно. В итоге AltaVista, который был лучшим поисковиком, никто не слышал о Гугле. Вообще исчезает. Появляется какой-то Google, альфабет. В общем, происходят неимоверные вещи, и всем кажется, что вот он уже к лету, да, возвращается на прежнюю позицию. Этого мало, кажется, черным лебедям. И 9 сентября, получается 9 сентября, рушатся башни-близнецы, всем кажется, вообще начинается третья мировая война. Да мне казалось, рухнул мир. И застывают транзакции, застывают транзакции, которые, ну вы же помните, как это было, когда они рухнули, оказалось, полетели бэкапы Нью-Йоркской фондовой биржи. Черт с ним, с центром мировой торговли. Я отправил вам 100 миллиардов в начале дня. И доброе утро. Вы мне акции на эту сумму, акции сгорели, как нолики-единицы на серваке, на одном компьютере, деньги на другом. И мы начинаем выяснять, ну-ка, я говорю, где же мои акции? Вы говорите, а Миша, а где мои деньги? И Америка в этих выяснениях провела долгих три месяца. Это называется выяснить, кто кому Рабинович. Да, да, да. И что мы видим дальше? А дальше? Опять 30 раз. Уже к Рождеству? Все было нормально. Расли как. Согласен. Поэтому, я не говорю, что не будет зубцов. Но я все-таки склонен доверять лучшим, ну, лучшим моим коллегам в западном мире, которые говорят, что это будет Сибирцаку. Это будет Сибирцаку. Спасибо вам за это. Это великолепное интервью. Я думаю, что было много чего интересного, спорного, неожиданного. Друзья, честно, для меня тоже. Но для меня огромный, вот, простите, кайф, общение с Михаилом. И, понимаете, он мыслит по-другому. У него идеи другие. Миша, мне правда с вами очень-очень интересно. Спасибо вам за это. Всего доброго, друзья.